МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сургуте 17-летний школьник на электросамокате сбил пятилетнего велосипедиста, мальчик в реанимации. Сотрудники рыбоохраны совместно со специалистами МЧС и бойцами Росгвардии вышли в рейды на реки Сургута и района. И мошенники сорвали куш. В Сургуте пенсионер поверил аферистам и потерял 7 миллионов рублей. Здравствуйте! В эфире программа, что произошло в ближайшие несколько минут о самых заметных ЧП в Сургуте и Югре. В студии Дмитрий Круковец. В Сургуте 17-летний подросток на электросамокате сбил пятилетнего мальчика на велосипеде, пострадавшего в реанимации. С открытой черепно-мозговой травмой ему уже сделали операцию. Авария произошла в районе 31-й школы на Каролинского вечером в среду. На место оперативно приехали медики и полицейские. Последние сейчас разбираются в обстоятельствах этого ДТП. Известно, что электротранспорт был взят на прокат. Инспекторы ГИБДД обращаются к родителям ребят, использующих средства индивидуальной мобильности, с просьбой провести беседы с ними, освежить основные правила движения на таких транспортных средствах. А в Нефтьюганске минувшей ночью нетрезвый мужчина стрелял с балкона из ружья. Сигнал в полицию поступил от соседей. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали 38-летнего мужчину. Как рассказали журналисты телеканала «Саргут-24» в МВД Югры, он вместе с сожительницей употреблял горячительные напитки. В голову пришла мысль пострелять. И она почему-то не показалась нефтьюганцу странной. Он взял ружье, на которое, к слову, имел лицензию, прицелился и несколько раз выстрелил в землю. Никто не пострадал. Во время обыска у нарушителя спокойствия изъяли, помимо оружия, еще 13 гильз, патроны, ракетницу, ножи и три дымовые шашки. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства с применением оружия. В Саргуте за один вечер в разных районах города сгорели мотоцикл и машина. 3 мая около 17 часов на геологическое вспыхнуло мотоцикл «Хонда». Возгорание за считанные минуты ликвидировали трое огнеборцев. Без 15.10 поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Субаро-Импреза» на улице Маяковского. На то, чтобы справиться с огнем, также потребовалось пара минут. С задачей успешно справились четыре спасателя. Причины обоих ЧП сейчас устанавливают дознаватели. Росгвардейцы Югры и Саргута присоединились к автомобильной акции «Бессмертный полк». В этом году, 9 мая, традиционное шествие отменено, но для памяти, говорят правоохранители, не нужен особый повод. Всем, кто хочет отдать дань уважения подвигу предков, предлагают множество вариантов проведения мероприятия. Среди них одна из акций «Автомобильный бессмертный полк». Водителям предлагается разместить фотографии воевавших предков на стеклах машин. Инициативу поддержала Саргутское вневедомственное охрана окружного управления Росгвардии. Сотрудники наклеили портреты героев Великой Отечественной, дедов и прадедов, на лобовые стекла служебных авто. Каждый из бойцов знаком с историей своих предков, знают об их подвигах, совершенных в годы войны. Сотрудники Росгвардии отмечают, что гордятся ими, и призывают всех поучаствовать в подобном флешмоде. Дедушка моей супруги, Сидун Василий Антонович, который родился 10 ноября 1925 года в селе Хмельницкой области. В марте 1944 года, в возрасте 18 лет, он ушел на фронт. Служил в 465-м стрелковом полку. В 44-м году был дважды ранен, но, несмотря на ранения, остался продолжать свой боевой путь. В данной ситуации, раз нельзя традиционно шествовать, значит, мы должны как-то чтить память своих дедов, прадедов, бабушек, дедушек, ну и всех, поэтому, если есть возможность размещать. 4 мая на водоеме вблизи сброса с ГРЭС-2 сотрудники рыбоохраны, ГИМС и управление Росгвардии провели совместный профилактический рейд по соблюдению правил добычи водных биологических ресурсов. До 31-го числа текущего месяца действует особый режим ловли рыбы. Она мигрирует к местам нереста и нагула. Мешать ее воспроизводству нельзя, поэтому допускается только рыбалка с берега. Количество разрешенных к добыче особей и другие нюансы прописаны в правилах для западно-сибирского рыбохозяйственного бассейна. Запрещено добывать, вылавливать все виды рыб, а также использовать и применять все виды орудия флола, за исключением одной донной или поплавочной сети спиннинга с общим количеством крючков не более двух у одного гражданина. И если гражданин осуществляет добычу водных биологических ресурсов с удочкой, то он должен осуществлять ее с берега без применения каких-либо плавающих средств. Есть виды рыб, которые запрещены к вылову повсеместно. Среди них краснокнижный сибирский осетр Стерли, Нельма, Муксун, Чир. В случае, если такая особь попадется в сеть или на крючок, ее необходимо отпустить. За прошлый год сотрудники саргутского подразделения рыбоохраны выявили 163 правонарушения, 29 из них с признаками уголовно наказуемых деяний. С января по 3 мая 2023 возведено 58 материалов. По трем из них гуранты могут получить судимость. В Саргуте пенсионер отдал мошенникам 7 миллионов рублей. Как рассказал 84-летний пострадавший, ему позвонил человек, представившийся с сотрудником Центробанка, и сказал, что некто пытается списать деньги с его счета. Мужчина поверил лже сотруднику ЦБ и перевел все сбережения на якобы защищенные ячейки. Причем сотрудники банков, в которых он снимал средства, предупреждали его о возможных аферах. Но саргутянин говорил им, что просто покупают недвижимость. После получения переводов звонивший перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, фигурантов ищут. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в нашу группу во Вконтакте. Также читайте наши новости на сайте www.indefisnews.ru и в телеграм-канале ОМедиа. Я, Дмитрий Проковицов, прощаюсь. Берегите себя. Дмитрий Проковицов, прощаюсь. Дмитрий Проковицов, прощаюсь. Дмитрий Проковицов, прощаюсь. Продолжение следует...